хей ого с вами шмики мы продолжаем родить и группа названием 3000 на дуэли я так посмотрел я хотел у этого у ружейка купить меч который помните мы с вами смотрели все такое не меч а альбарду ветерана оказывается на херово на самом деле она хуже чем а я даже убийца драконов это был альбарда когда-то принадлежал старому воину это обоюдное оружие с толстым наконечником идеально подходящий для серии ударов острых как бритва лезвия способна носить смертельные удары короче подумал все таки давайте наверное зато еще просто свои вот эту пушку мушку неважно какой противник мы с вами используем в основном это усилить оружие теперь смотрю пока армия нормально давайте но в принципе давайте на форму немного и мы с вами продолжим прокачивать но это будет буквально несколько минут с горем пополам короче и она фармила страны душу нам даже хватит на два улучшения по идее а ну-ка на одну хотя принципе мог использовать куски кармы мне которые валяются и давайте наверное по снаряжению не буду использовать очки нахера не надо мне там из этих еще амулет на цепи выпал короче пусть нахер зачем она надо вообще вот эти мусорные вещи короче где корона на урон так 86 что-то больше даст не можно конечно как вариант по форме еще какие-то такие очень прикольные кольца за счет этого типа купить минтусу ну в принципе он не один он этом почему бы нет с инвентарь медуза а и все-таки допить и видите можно улучшить давайте пускай мечу лучше тоже на секунду на единицу так теперь у меня там урона должно быть не в ебена тыща по так телепорт стиль портом и ты помните суды суды и суды улучшать магию ну я пока что не вижу смысла просто я помню я получил охерительную магию которая конечно находится хер знает где короче способность этой майки заключалась помните вот как я использовал способности рыцаря типа кулак а там короче топор и вот она не в ебена там под пятерку давал просто крита вот я не знаю это говорю ну может быть эта пушка будет ну типа получше если заточить с ищет ну пойди если не ошибаюсь следующий враг будет не в ебена сложных поверьте которого я не проходил изучи новый навык лунный рывок чего так позволяет делать рывок а вот 8 направлениях это чем я вам говорю но снова мне нужно рывки прокачивать выносливость у нас вы понимаете тоже как вариант я могу просто это надеть так нам сюда нужно если что короче сейчас мы начинаем с вами уже изучать и все что вообще возможно двух боссов я точно убить не смогу один из которых даже не обязателен мне кажется не туда пошел до подожди тут еще проходит какой-то тут еще есть какой-то проход для а его даже не заметил ну а ну ать короче сейчас начинается кто ты под обыгры когда нам нужно собирать все что возможно вообще найти пофармиться я пофармлюсь потом не на запись чтоб меньше типа времени тратить и показать больше всего полезного так во первых метку убираем сначала мы сходим сейчас сюда после чего мы сходим сюда по ходу здесь у нас закрыто потому что здесь проход куда-то потом отсюда мы сходим наверх надеюсь пока что траектору вы понимаете это он мне урон сколько нанес или мне показалось или успел в него врезаться ну вот видите все плюс лилом в описании из очищенная руда так ладно давайте короче буду ставить паузу будем приходить туда где надо мы сейчас я иду сюда так мы пришли сюда и да нам туда да хорошо что вместе лило в описании знаки подавайте сразу и знаки вкачу вылечит урон носим и врагу при ударе в на 2 сюда и 2 сюда весь мысль тоже полезно череп карма по идее я должен получать больше кармы за убийство поверьте тогда на фарм 300 чем-то тысяч изи с моим тем место фармом где просто тысячи чем-то за один заход плюс у меня сейчас улучшенное оружие у меня больше рывков то есть я могу быстро пилотировать плюс магия то есть я буду тратить по 30-40 секунд за зачистку этажа так я не туда зашел череп кармы небольшое украшение которое удобно ложится в ладонь она покрыта золотом и выглядит 8 впечатляющим если посмотреть можно заметить что оба глаза украшены осколками кармы если его взять так если взять его с собой оно немного увеличит количество получаемой кармы но на самом деле там вообще не значительно так теперь наша следующая цель мы возвращаемся сюда мы сохраняемся сюда мы пока не попадем но здесь есть тоже какой-то проход но скорее всего это просто тупик короче мне же желательно теперь ходить места вот такие вот сюда вот как раз мы сюда поднимемся здесь сократим путь если сюда не мог попасть сейчас мы сюда попадем лиловое описание можно забрать и на босса не идти забыть о нем нахер сюда мы можем попасть сюда мы можем попасть у нас вариантов много сюда мы можем попасть тоже так а тут ладно вам полетели короче я не знаю сюда короче внешнюю часть этого этажа ну что поехали я прибыл сюда во-первых наверху нас там ничего а сюда можно попасть черт зря по ходу сюда пошел черепа не уничтожаем я говорю сразу убить их никак невозможно сложность этой локации души как бы нету но вот этого босса и убивал если вам интересно полом полетели все бегаем минус хп изи пизи все шт сейф а 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 локация не вебина опасная вы видите я все еще горю саня мне уже больше нету это очень опасно территории и главный эффект поджога еще скажу вам очень плохая тема короче пускай он уйдет я заплюну в него двое активки 2 активки а да вот 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 она херня которая могла мне все испортить я так эту локацию ненавидел но я прошел вот эту локацию прошел я у меня походу с другой проблема были пока теперь нужно понять куда мне витамин надо попасть с той херней костлявой сука пока что 0 комментариев сейчас нужно быть максимально осторожно идти все зависит за ебись на и сыр на хорошая локация любимая локация чтобы мне теперь отсюда все заново пробегать давайте попробуем теперь пойти там где другой скелет был вот кажется да ни в чем локация вообще легкая что здесь может вообще быть тяжелого а потом вас такие кости на тебя и все кажется как будто нихера сложно у нас потом тебе эти скелета не дают шить особенно когда ты понимаешь что тебе нужно пройти то идеальное место так я мог бы сюда да пойти тогда 0 комментариев повезло протел да ладно и цель в комната план ну отсути все равно не спас а плечу и тупанул я аж мог в этот сходить сюда специально просто забрать этот лиловое описание но их обязательно вот этих туп не убивает если не хочу в жопу сдохнуть ну сосешь короче ядом его убиваем мой блять идете в жопу самое копье я и принципе по факту могу просто пробежать это все дело сосешь да вот поэтому я и выносливости вкачивал чтобы здесь не обстираться но думаю примерно происходящее выполнено а теперь там зеленый куни все пропали засетим засетим сосетим сосетим да так а теперь а вот моим дужки вот мои души летят или лоб описание спасают как вы поняли это было еще не все после всего этого еще и продолжение здесь немного полегче будет нужно взять факт в том что у меня больше описание то хера то что я не поймет куда я могу прыгнуть а куда я не могу прыгнуть ну пока что я прыгаю все идеально как я понимаю так идешь в жопу во первых мы идем к сундуку если там будет копье получше моего непроглядная тьма луч надежды был бы очень кстати фуй монастырь у меня было бы еще мало хп при этом я бы ахуя просто нужно быть сейчас максимально максимально простенько проходить легонечко спокойненько любая не вза а вот этот босс который сейчас будет его проходил я не проходил там где как раз с руины был босс ну который где нам нужны руны вот его я не проходил поверьте здесь сложность будет заключаться в косточках все дело в костях мусс от прикольно будущее в чем сложность вот видите вот летает хуйня вот это и сложность не покойный пиромант а я не могу отковать если что кто не понял а а а а а а а а я не хочу его вторую фазу просто понимаете короче вторая фаза заключается в том что он будет хуярить эти швы сразу ну да это нормально да ну скажите но отчета такого типа что-то сложного просто смотришь когда он бьешь да и все вы просто не видели вторую фазу сейчас увидите и поймете если дошел до нее конечно же а да скелет ускорился то есть ты к нему даже близко подойти не можешь и у него это так ускоряется я могу как вариант сходить сейчас просто за головым писанием но потом мне заново вот это придется пробегать я лучше помучаюсь нас к нему так долго передвигаться на самом деле лучше сдохнуть второй раз по-быстрому ой ладно понял я вас понял ой на самом деле он вообще не сложно главное вовремя уворачиваться да и все минус минус атака ну да а еще вот это точно точно шарик который пускает другие шарики идеально его стиль атаки когда ты должен просто никто и не делать ну типа я не спорю от этого можно вернуться от всего клону это пока да и делает немного приходится задуматься куда бы не наступить так скажите это нормально он только это и делает да ну босс не один шнец поверьте о нет второй шнец это тот на котором я становился проходить эту игру я не смог убить не рыцаря ну второстепенного просто как сказать не сюжетный босс и я не смог убить сюжетного босса потому что это очень все геморрно как вариант нет я конечно могу использоваться нахуя ты залагала игра она залагала найс два раза сделает этот раз найс игра залагала я получил пизды я еще и гореть начинаю а 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 сука заебешь я еще и проклятие получаю ахуена дизина мне душу мешать короче я специально сейчас духу по фасту подождите короче делаем так если его два раза честно убиваем мы идем за седьмым писанием то что-то не делал начало хорошие боя он забьет моноте как-то быстро перешел в новую форму да 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 спасибо на все на если его убил изи ладно так сложно еще нет мертвецов так оружие по идее то меч слабый женец мертвецов пассивная коса принадлежащий не покоему пираманту ее форма идеально подходящая чтобы косить врагов оружие заговорено и наделено силой огня согласно легендам чиновник который был поручен присматривать за дворцовым очагом стал одержим огнем и превратился в нежить ну блин так как моя заточена на любом никак не будет лучше мое 0 шансов заберем то что в сундуке ибо ради чего я он не спас во второй раз и и песик то налет а подожди то есть это был некромант на этот здравствуйте последняя руина руна 7 символ нирваны руна с вырезом на ней символизирует нирвана символ кажется знакомым но и его назначение известно блин я помню кажется он вот это самый жесткий маневр попасть по драпиру равностильной смерти золотой копыт и книга маги добивание три удара надо на памяти добивания в три удара используя все добивания в три удара чтобы наносить наиболее опасную атаку спасибо но у меня маги только хватает на один заход и и и и и и снаряжение колечко золотой копытом так позолоченная подкова судя по стертым краям она и прямо клуб принадлежать лошади если взять ее с собой повышает атаку на величину зависящее от использования вами исследованной а прикольно у меня территории следовало 85 то есть плюс 85 дэмиджи интересно черные точки тоже являются так ладно здесь кресик убираем давайте думать мы с вами на этом все-таки закончим поэтому ребятки всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока